Дорогие мои, мы живем на прекрасной земле, вокруг нас прекрасные люди. Мы живем и об этом не знаем. Но когда проходит время, и ты приходишь в школу, и видишь этих людей, и смотришь, что с ними сделали. Время были прекрасны, а они остались такими прекрасными, просто время немножко изменяло. Я вас всех очень люблю, очень уважаемых учителей за ваш труд, за то, что вы, не жалея ни силы, ни времени, ни здоровья, пытались сделать невозможное. Научить их, чему научить их невозможно. Человек может научиться только тому, чему он способен. Если он способен танцевать, он может научиться танцевать. У Ирины Борисовны сколько народу было, какая школа и сколько там танцевали. Я помню, когда я пришел в библиотеку, мне было лет 5 или 6, я был тогда в библиотеку записан, на розыгрызмении. И вот там, в фойе, в одну сторону книги выдают, в другую сторону писал Ферракон у нас, какой фильм был, на холстах. И там 5 или 6 девочек в белых бачках, в белых носочках, под сгонки волевые, как крики, возгласы, не знаю, как сказать, какие-то слова такие, под эдеку, чего-то, не знаю, раз, два, три. И они стояли у станка, поднимали ножки, я был, сказать, что сошел с ума, это невозможно. Я понял, что такое есть прекрасное, я понял, что такое женщина, я понял, вот оно, к чему нужно стремиться всегда. Только к этому и ничего другого нет. Я пошел в школу, и 7 лет меня в кружок не брали. Я хотел танцевать, но не брали, потому что недостойно, пока не сгорел у меня в макаре. Тогда он смотрел, как-то так получилось, что в дополнительный набор, и я туда попал. И три года, восьмой, девятый, десятый класс, я ходил туда, два раза в день по два часа, ну, два раза в неделю по два часа, час у станка и час у этих композиций. Ну, танцуй хоть чуть-чуть. Я, если, если хотите, я, пожалуйста. Я так понимаю, что вы хотите какую-нибудь музыку можно поставить, я понимаю, что. Танец назывался... Начиналась русская зажигательная музыка, мальчики толпились в красных кожаных сапогах, с острыми носами и высокими каблуками. Они были юны, стройны и необыкновенно сильны. Звучала музыка, и они ее убегали. Каким-то образом они перестраивались в какую-то новую среду, и начиналась... Весенка-терелочка, я, наверное... Потом начиналась с выходом какая-то присядка. Так, танец заканчивался, может быть, еще живащий? Потому что я могу говорить целый вечер, мне это абсолютно нетрудно, потому что я говорю не то, что я думаю, а то, что лежит у меня на сердце. Я счастлив, что родился я не здесь, а дальше, на востоке, а сюда приехал жить, когда умер мой дедушка. И вот пошел в школу я, в этот вот первый класс, в деревянную школу в Роскладокачке. Эту школу заканчивала моя мама. Она знала всех учителей, к которым я пришел. Потом мы учились в Мыльниковской школе. Потом мы учились опять в деревянной школе. Потом уже без здорового этажа. И вот, знаете, учителя были все время разные. Были учителя очень строгие. Насколько строгие, что дети, идя в класс, они просто боялись. Если... Могу ошибиться, Петр Михайлович Неборский. Правильно? Вот когда он заходил, он заходил в класс премьерного атака. Он примлялся уже в классе. У него была рука, как две моих. У него были стальные глаза. Необыкновенная воля и силы голоса. И он, как удаст упал, говорил какого-нибудь слова. И замок собирал. Девочки падали в уроки. Химию учили так, что знали параграфные изюзки. Не все. Но некоторые сказали, человек пять-шесть. Я никогда выучить ничего не мог, поэтому я старался понять. И у него имел твердый счет. Были другие учителя, как Виноградова, Сталина Ивановна. Сталина – это ее имя и качество. Необыкновенной прочности и обыкновенной силы воли человека. Не устали еще? Все. Спасибо большое вам всем. Спасибо. А есть еще раз…